В этом видео я расскажу о программе International Experience Canada. Эта программа позволит всем желающим приехать в Канаду для того, чтобы познакомиться со страной и даст возможность сделать первый шаг на пути к получению вида на жительство в Канаду. Эта программа отбирает всех желающих по категориям Working Holiday, Young Professionals, International Co-op, Internship. Детальное описание каждой категории вы найдете на официальном сайте, ссылка будет в описании к этому видео. Заявители должны иметь возраст от 18 до 35 лет, быть гражданами стран, которые имеют право на участие. Ссылку на список стран и их разрешение на участие также оставлю в описании. Так что обязательно проверяйте, участвует ли ваша страна в программе. Обратите внимание на то, что у каждой страны есть свои ограничения по возрасту и участию в каждой категории. Поэтому проверяйте всю информацию на официальном сайте. Все ссылки будут в описании. Итак, самое интересное. Чтобы подать заявку, у вас должен быть действующий на момент вашей поездки в Канаду загранпаспорт. На момент подачи вы должны соответствовать требуемой возрастной категории, иметь минимум 2500 канадских долларов на первое время для покрытия расходов, а также сумму, которой вам будет достаточно для покупки билета домой, иметь медицинскую страховку, не иметь запрета на въезд на территорию Канады, а также иметь возможность оплатить сборы за рассмотрение заявки. К сожалению, по этой программе заявитель не сможет взять с собой зависимых членов семьи. Но они могут подаваться на гостевую, либо же студенческую визу отдельно от главного заявителя. Заявки членов семьи при этом будут рассматриваться также отдельно. Отмечу еще раз, для кого работает иммиграционная программа International Experience Canada. Она дает возможность молодым людям в 18-35 лет пожить и поработать в Канаде на временной основе. Важное желание, знание языка, отсутствие судимости, а также ряд других требований, которые я описываю в этом видео. Но все-таки самое важное, что эта программа существует для того, чтобы молодые люди могли временно попробовать пожить в Канаде. Для того, чтобы подать заявку на участие, вам нужно будет создать профиль, ответить на перечень определенных предварительных вопросов и, если вы будете соответствовать всем требованиям, создать бесплатный EIC-профиль. Гражданам некоторых стран разрешено подаваться на несколько программ одновременно, поэтому обязательно проверяйте эту информацию на сайте. Если вы успешно создали профиль, вам нужно будет закончить регистрацию и подтвердить заявку на сайте CIC. Загрузка заявки только первый этап. Вам нужно обязательно дождаться ее утверждения, после чего у вас будет 10 дней для того, чтобы принять приглашение. Если вы не успеете принять приглашение в этот срок, все нужно будет начинать сначала. Если же вы откажетесь от подачи, вы остаетесь в пуле до следующего отбора, и этот фактор никак не повлияет на последующий отбор вашей заявки. Если же вы согласились, вам нужно будет подать пакет документов на получение разрешения на работу, но обратите внимание, у вас будет всего 20 дней на это, поэтому я рекомендую подготовить все документы заранее. Ссылку на список документов, которые нужно будет подать, я оставлю в описании к видео. И последний момент. Вам нужно будет оплатить сбор за рассмотрение вашей заявки, а в случае некоторых программ еще и дополнительный сбор. Суммы сбора по программам отличаются. Перейдите по ссылке в описании для того, чтобы понимать, сколько денег дополнительно вам нужно будет подготовить для оплаты всех сборов. Срок рассмотрения после подачи составляет около 4 недель. Если же после загрузки документов ваше заявление одобрили, вам нужно будет распечатать письмо, которое вы получите, и предоставить его офицеру на границе для получения разрешения на работу. И самое приятное, что после работы по этой программе вы можете подавать заявку на эмиграцию по программе Canadian Experience Class, по требованиям которой участники должны иметь по крайней мере один год опыта работы в Канаде, что в этом случае решается как раз с помощью программы International Experience Canada. Канада планировала открыть прием заявок еще 9 декабря, но по техническим причинам это не удалось сделать. Проблемы обещают устранить в ближайшее время, поэтому обязательно следите за новостями на сайте CIC. Возможно, на момент выхода этого видео процесс получения заявок уже запустится. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить всю новую информацию о визах и эмиграции в Канаду. Что-то не так получилось с интонацией. Да, еще раз. Не требованием, а требуемой. Ну ладно. Нажимайте. Я сказала. Это любительница. Canadian, 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 Canadian. Что такое? Что такое?